Здравствуйте, это программа Дело и я, Юлия Прохорова. Российский рынок электронной торговли продолжает активно расти, но темпы роста уменьшаются. По данным InSales, совокупный оборот интернет-магазинов в России за прошлый год увеличился на 31%, до 612 миллиардов рублей. И это явление, рост вопреки кризису, аналитики называют главным событием 2014 года. А главным событием 2015-го, вероятно, будет передел рынка. Этому способствует экспансия традиционных ритейлеров в онлайн. Она началась не сегодня, а сегодня мы видим уже ее результаты. Рынок потерял многих небольших игроков в сегменте электроники и бытовой техники. На продажу выставлены соцмаркет Ютин и Ютинет, и проблемы начались у Энтера, это онлайн-проект группы компаний «Связной». Какие стратегии окажутся выигрышными в непростой экономической ситуации, говорим сегодня в нашей студии. У нас в гостях Владимир Долгов, генеральный директор eBay в России. Здравствуйте, Владимир. Добрый день. Спасибо, что пришли в нашу студию. Прежде чем обсуждать проблемы электронной торговли и ее достижения, сегодня в России отмечается праздник – День предпринимателя. Можете нарисовать портрет онлайн-предпринимателя со всеми его достижениями, ошибками, проблемами? Ну, наверное, человек в среднем моложе 40, который решил, что торговать в интернете – это очень просто, поскольку не нужно арендовать магазин, не нужно иметь большие склады, не нужно делать огромные закупки товаров. Наделал кучу ошибок, понял, что все это не так просто и пересмотрел все свои взгляды и начал что-то делать по-другому. Но тут как-то ситуация экономическая изменилась. Ошибки основные в чем сегодня заключаются? Ну, наверное, основная ошибка как раз состоит в том, что все-таки это не то, где можно начать, не имея никакого опыта. Ну, за исключением тех редких случаев, когда ты создаешь и продаешь что-то невероятно уникальное. Потому что электронная коммерция – это тот же самый ритейл, это просто другая витрина, это другой канал сбыта. Сейчас есть тенденция – офлайн уходят в онлайн. Это свидетельствует о наличии опыта или это все равно разные вещи? Я думаю, что опыт им сильно пригодится. Наверное, они поймут, что интернет коммерция немножко отличается от офлайна. Там нет той выкладки товаров, которая привычна в офлайне, когда ты проводишь с человеком по нужной тебе траектории, с тем, чтобы он как можно больше набрал по дороге. Там другие подходы к маржинальности разных товаров. Но в целом опыт, конечно, поставок, договоров с производителями или поставщиками продукции и управления отгрузкой и взаимодействием с клиентами, да, конечно, пригодится. Ну, вот, насколько я знаю, у офлайна – это основные проблемы – это снижение спроса и большие проблемы с привлечением финансирования для развития. У онлайна есть какие-то специфические проблемы? Ну, наверное, гораздо большая конкуренция. Причем, если, с моей точки зрения, офлайн в основном все-таки за годы развития уже дошел до конкуренции между большими сетями, то в онлайне, конечно, нет такой вот степени концентрации. И это очень фрагментированный рынок, и ты конкурируешь не только с игроками твоего калибра, но и с очень небольшими. Да, да. В 2010-м, я посмотрела цифру по инвестициям, с 2010-го по 2013-й год было вложено в эту индустрию, в эту отрасль порядка 1,3 миллиарда долларов инвестиций. Сейчас все чаще мы слышим о том, что инвестор не идет в онлайн, ему это неинтересно, что от крупных вложений от дачи вообще не дождешься. Вот скажите, пожалуйста, инвестактивность, она действительно падает? Она действительно стремительно, что ли, получается, падает? Ну, я думаю, что здесь совпало не просто вот такое переосмысление позиций и переосмысление подхода к инвестициям в электронную коммерцию, еще совпало, в общем, с не очень простой ситуацией в экономике, когда надо понимать, что, ну, во-первых, в e-commerce не бывает моментальной отдачи, не бывает возвратов в течение трех лет. Это всегда длинные проекты, либо с прицелом на то, что он начнет приносить прибыль, и станет генератором денег, или второй, ты его доводишь до некого уровня, и потом продаешь, и дальше любая из таких вот точек выхода, она ничем не плоха. А вот это переосмысление, оно связано с тем, что выход из этого бизнеса, он действительно намного дороже, чем вход? И вот почему так много нытья в интернете о том, что если ты вложил 50 миллионов рублей даже, то, собственно, из бизнеса выходить уже нет смысла? Ну, наверное, всегда можно выйти из бизнеса с потерями, да. Просто вопрос, сколько ты собираешься потерять в будущем. Да нет, наверное, ну, во-первых, действительно, я помню еще очень давно, когда я начинал заниматься электронной коммерцией, как это сказать, в начале века, и мы тогда продавали в интернете в основном книжки, и мы сидели с директором книжного магазина «Библиоглобус», который тогда был крупнейшим в Москве, и выяснили, что у нас суммарные затраты на наш бизнес, они примерно одинаковые. У нас структура расходов просто разная. Да, у меня нет магазинов в центре Москвы, но у него нет серверов. Ну, вот и так вот, так на так приходится. Но есть же по-прежнему те, кому интересно вкладываться в эти проекты. Да, конечно. Да, давайте нарисуем портрет онлайн-инвестора. Портрет онлайн-инвестора? Ну, на самом деле, я думаю, что это достаточно, во-первых, рисковый человек, потому что вкладывать деньги в традиционные виды бизнеса, ну, во-первых, наверное, это менее рискованно, потому что все понятно, куда, 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 что идет. Но человек, наверное, которому этот самый, это вот немножко скучноватость обычного бизнеса, поднадоело, и он решил рискнуть. Как правило, не очень хорошо понимает, но слышавший, что это очень интересно. Но на самом деле иногда из этого вырастают очень, очень большие красивые вещи, да, то есть не все так плохо. Согласна, да, примеры есть, да, да. Ну, вот, например, Сотмаркет продается, Ютинета, а вот они кому интересны, крупным игрокам или те, кто действительно, кто хочет только войти в бизнес? Нет, я думаю, что они интересны крупным. Во-первых, это большие магазины с большой аудиторией и уже с наработанным опытом. Там, наверное, они не выдержали вот этого давления, не очень хорошая экономическая ситуация, но это были интересные проекты, в каждом из которых была своя эжеминка. Действительно, крупные игроки, они стройным шагом пошли в онлайн, и все чаще я слышу мнение о том, что небольшим игрокам приходится противостоять гигантам. Я вообще не очень понимаю, в чем заключается это противостояние, и каковы шансы на успех у маленьких компаний в этом противостоянии? На самом деле, достаточно большие, да, потому что все-таки у мелких компаний сильно меньше издержки на какие-то вещи, связанные с хранением товара, обработкой заказов. У них там сильно более индивидуальный подход к каждому клиенту, сделавшему заказ, просто потому что их не десятки или сотни тысяч, а их там десятки и даже не сотни. То есть есть, ну как вот, мы, зная, что есть крупные торговые сети, тем не менее существуют и достаточно маленькие магазины шаговой доступности, которые, в общем, прекрасно выживают, и даже хаэндовые бутики. Да, я тут сразу могу сравнить. Если будут стоять два магазина, я пойду в крупный, потому что, я думаю, мне кажется, там больше проходимости, йогурт у меня будет свежее. То, что касается телефонов. Телефон я куплю у известного магазина, а не у маленького, чтобы не было потом больше проблем с гарантией, с возвратом и вообще там с любыми серыми схемами. Такое это потребительское рассуждение, то, что я вам сейчас сказала? Это, наверное, некая модель потребления, которая имеет право, ну и она существует, мы знаем, да, у кого-то, кто-то соблазнится, например, меньшей ценой у маленького игрока, прекрасно понимая, что это может быть, могут быть вот эти самые проблемы. Риски есть, да. Но, в конце концов, если это тот же самый айфон, произведенный тем же Эпплом, но сломается он, наверное, с той же вероятностью. Ну да, да, да. Просто вероятность того, что он не серый, она все-таки выше, если это известно. Серый, знаете, это понятие на самом деле сильно искусственное. Что значит серый? Серый, это тот же телефон, который был произведен тем же Эппл, да, купленный не у официального дилера, а где-то за рубежом и ввезенный сюда. Вообще, тема параллельного импорта, это тема достаточно муниципальная, существующая только для нашей страны. Отдельную программу, да, параллельному импорту нужно посвящать. Я смотрела, кстати, статистику по игрокам, по количеству игроков, Тинсейлс, по-моему, тут же публиковал. Действительно, пока они растут, число игроков растет. Вопрос только, насколько долго сохранится такая тенденция? Я думаю, что, ну, во-первых, мы уже с неизбежностью, судя по всему, приходим к ситуации, когда бизнес начинает консолидироваться и укрупняться. Когда все-таки фрагментарность рынка, та, которая есть в России, она довольно уникальное явление, потому что, ну, если взять, например, Штаты, в Штатах есть eBay, Amazon, Walmart, да, это просто вот три гиганта, дальше там все, дальше уже отрыв достаточно серьезный. А у нас двадцатка крупнейших игроков в e-commerce обеспечивают 25 максимум процентов оборота этого e-commerce, и в стране там тысяч 40-50 магазинов. То есть все остальное размазано тонким слоем по длинному-длинному хвосту. А вот каким слоем у нас будет ложиться структура оборота? Вот если так стремятся крупные игроки, оффлайн-игроки в онлайн, они вот структуру оборота могут менять? Ну, понятно, что бытовая техника, наверное, все-таки будет превалировать в продажах. Ну, она до сих пор превалирует, потому что все-таки, понимаете, в интернете издавна покупаются вещи, ну, сейчас я попытаюсь сформулировать, с хорошо определенными потребительскими свойствами, да, то есть вот модель телефона этого производителя с этим объемом, все понятно, да. Очень сложно, например, покупать какие-то вещи, вот там, не знаю, свитер коричневого храна, а вот пощупать, да, вот как, да, вот где-то есть. И поэтому электроника, наверное, всегда будет превалировать. Ну, и средний чек в электронике сильно вышел. А почему у нас так туго идет продуктовый ритейл? В сравнении с другими странами? Хороший вопрос. Вы имеете в виду продуктов питания? Ну, конечно, конечно. Ну, наверное, потому что из всех крупных продуктовых игроков, которые были в интернете, это был X5 со своим проектом, который из интернета ушел. Да. А игроки не этого сегмента, были случаи, там еще в начале 2000-х было несколько попыток создавать чисто продуктовые магазины, базирующиеся на каких-то сетях, они все-таки сильно проиграли, потому что это был не их бизнес. Я думаю, что через какое-то время, ну, то есть в тех же штатах все продуктовые сетки достаточно успешно работают в интернете. Кстати, как вы относитесь к последней инициативе общественной палаты? Она обратилась в генпрокуратуру, и, насколько я знаю, уже по факту были закрыты несколько интернет-магазинов, которые нарушили санкционный режим, торговали товарами, которые стоят в эмбарго. Понимаете, если я правильно помню, санкции, они связаны с ввозом продуктов, а не с продажей их. То есть, сдается мне, тут была сильно нарушена презумпция невиновности, потому что кого-то закрыли за распространение, никто не задавался вопросом, откуда эти продукты взялись. Ну, этот вопрос тоже должен возникнуть. Это действительно цепочка, если... Поэтому, наверное, я не считаю, что это очень хорошо. То есть, если продукты возникли, и они возникли там, ну, я не там... 20 рейсов в чемоданах их привезли, там этот хамон или сыр, или что они там продавали, то, наверное, следует задаться вопросом, как они вообще сюда попали. Наверное, кто-то по дороге чего-то не то сделал. Ну, знаете, не знание. Незнание законов не освобождает от ответственности. Это правда. Трудно в этом разобраться, да, наверное, все-таки категорий товаров много. В 2014 году вы начали работать с российскими продавцами. Я уж не знаю, можно ли спрашивать про какие-то итоги, но вообще какие-то трудности возникли в этом плане? Трудностей, наверное, таких вот каких-то глобальных нет. Единственное, у нас были небольшие задержки с реализацией тех самых продуктов, того самого софта, который позволит игрокам, не имеющим там больших штатов разработчиков, выставлять товары на eBay. Ну, наконец, вот в течение июня мы три таких продукта, так сказать, подготовим и выпустим. И вот, если встретимся через полгода, вот тогда будет уже интересно поговорить о каких-то. Потому что сейчас у нас, фактически, у нас есть крупные игроки, у которых есть собственные разработческие команды, которые могут это сделать. И есть одна платформа, то, что называется система управления контентом, Content Management System, это Equit. Если у тебя есть магазин, построенный на Эквиде, то ты можешь выставлять эти штавары на eBay. Это, по-моему, касается как раз площадки для малого и среднего бизнеса. Да, да, да. И это как раз малый и средний бизнес. Там пул партнеров расширяется. Вообще у нас сейчас число-то игроков небольших магазинов, оно... Вот мы как раз и считаем... Удачное ли время вы выбрали? Я вот к чему веду. Думаю, да. Почему? Думаю, да. А потому что, как бы... Ну, смотрите, есть нормальная, спокойная ситуация. Ты маленький, да, у тебя нет много ресурсов там на рекламу, на продвижение. Вот ты достиг какого-то уровня, а все остальное, ну вот, точка насыщения произошла. И тут тебе дают новый канал, говорят, давай. Вот есть аудитория, да, есть площадка. В общем, мы даже денег с тебя не берем. По-прежнему. Вот. И... А теперь кризис, да, когда ресурсов еще меньше. И тут вот новая площадка. Хорошо, я маленькая компания. Почему я должна пойти к вам, а не на тот же Яндекс.Маркет? Вообще у вас там... Вы должны пойти и туда, и туда. Но вы на Яндекс.Маркете уже, как правило, да. Вы думаете... Конечно. Конечно. Ну как, это еще один источник трафика, еще один источник клиентов. Согласна, да, в любом случае, да. Вообще, утверждение о том, что интернет-магазины, они находятся в хроническом убытке. Это категоричность? Что такое хронический убыток? Ну, как, вот, знаете, когда, вот, все-таки, если мы говорим обо всех магазинах, да, электронной коммерции в России сегодня примерно, там, тысяч 40-50 игроков, там, это достаточно серьезные деньги уже, которые вращаются. Знаете, если вот такая вот отрасль, достаточно большая, она в хроническом убытке, то, в общем, непонятно, почему она еще живет. Нагнетают, значит. А, ну, пора бы бросить, потому что столько денег уже. Одного триллиона в 16-м году достигнет отрасль оборотов? Ну, вот, было 600 с чем-то по подсчетам в 14-м, да. Но на самом деле, думаю, что нет. Там все-таки ситуация прошлого года была очень сильно нестандартна за счет ажиотажного спроса в 4-м квартал. То есть, я думаю, что по году еще рост будет нормальный, а вот в 4-м квартале, тут как бы вот такого, как было, не получится. А то, что касается самого eBay, я смотрела, много читала информации относительно отчетности, глобальной отчетности корпорации. Эксперты комментируют, говорят, что она оказалась ниже ожиданий, ну, наверное, их ожидания. Какие ожидания были у самого eBay, оправдались ли они? Нет, ну, на самом деле, знаете, вот меня всегда удивляют оценки экспертов, которые говорят, значит, вот рост оказался ниже, но доходность на акцию выше. То есть, что означает, мы промахнулись два раза, да. Да нет, у eBay были на самом деле вполне нормальные ощущения по поводу развития и коммерса и в Штатах, и в Европе, и во всем мире, да. То есть, это отрасль, которая продолжает развиваться, которая продолжает расти. И как раз там результаты, которые были показаны за первый квартал, они вообще на самом деле, они, во-первых, были достаточно хорошие. Что как раз подтверждается тем фактом, что доходность на акцию была так вот выше, чем эти самые аналитики предсказывали. Всегда есть разность между прогнозами и реально. Более того, когда результаты были объявлены, курс акции пошел вверх. По каким причинам тогда eBay сокращает персонал? 7% я видела цифру. И коснется ли это российского офиса? Нет, там на самом деле у нас же мы сейчас в eBay компания, которая сделала то, что, по-моему, ни разу в мире, в бизнесе на компаниях такого калибра ни разу не происходило. Мы делим компанию пополам. Причем мы не выделяем там небольшой кусочек бизнеса. Это сплит примерно 50 на 50. И у нас есть сотрудники, то есть был eBay, был PayPal. И была структура общей компании. И вот эта структура, которая была над двумя компаниями общая, она была, в общем-то, не маленькая. И вот сейчас все эти люди, которые работали в этой структуре, они расходят по компании. Но формально мы их сокращаем. Получается так, вы готовы к вступлению в силу закона о защите персональных данных? Я видела информацию о переносе сервера. Мы сейчас разработаны технические решения. Мы готовы передвигать, ставить здесь сервера, которые будут собирать и обрабатывать первичную обработку персональной информации российских пользователей, производить здесь. Успеете к первому сентября? Надеюсь, да. Вообще это затратная история? Цифры не озвучите же, конечно. Скажем так, мы эти расходы не планировали. Достаточные комментарии. Тогда, может быть, вы прокомментируете инициативу КПРФ, которая намерена, вернее, обратилась в Федеральную налоговую службу с просьбой взыскать налоги. С Google, с eBay. И как раз это связано с переносом серверов на территорию Российской Федерации. Я не очень разобралась в деталях этого обращения. То есть, это была такая двухшаговая операция. Сначала заставим перенести, а потом будем взыскать. Что значит взыскать? Что вы недоплатили? На самом деле, здесь я боюсь, что люди, которые выступали с этой инициативой, они не очень, мягко скажем, детально разбираются в том, что происходит. На самом деле, все американские компании, да и не только американские, европейские, которые работают в России, с тех доходов, которые получаются в России, то есть, сделки, которые проводятся здесь, или доходы, которые получаются, все налоги платятся. Мы платим НТС, мы платим все, что положено. А собирать доходы со сделок заключенных за рубежом, где дологи платятся по закону страны, то это двойное налогообложение. Спасибо за комментарий. У нас в гостях был Владимир Долгов, генеральный директор «ЭБЭ» в России. Я Юлия Прохорова. Смотрите «РБК». Редактор субтитров А.Семкин